МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажет ее руководитель Станислав Каноненко. Вообще толчком было то, что собрались люди-единомышленники, которые были на колясках. Тогда на колясках были мы. Это Андрей Назаренко и я. Ну, были еще у нас ребята, которые и сняг они были. И тогда мы впервые понимали, что все в городской среде, оно для нас не приспособлено. Вот езда по дорогам, когда весна, грязь, тротуары не приспособлены. Это создавало такие сложности для людей, серьезные. Ты чувствовал себя каким-то, ну, знаете, ну, не изгоем, а, скажем, по крайней мере, человеком, который, ну, не имеет каких-то правд на доступность. Поэтому вот тогда еще, где-то в 2004 году, в 2005 мы начинали собираться, начинали писать об этих проблемах. Писали, и тогда он для нас первым толчком таким, который поставил нас на место и показал нам путь, это была Наталья Лидовна, Патнова. На каком-то совещании она сказала, ребята, говорит, вот я считаю сейчас обращение, тут даже неправильная шапка поставлена, но я понимаю, кто это написал. Вот я понимаю, что вы уже как бы организовались как структура, и вам теперь нужно только себе все это оформить. Вот тогда вы обретете силу. И вот с подачи Натальи Лидовны мы оформили документы, подали его в Минюст и зарегистрированы как преобразование. Конечно, буквально там через какое-то время мы поняли, что немножко мы неправильно поступили. Вот инвалиды-колясочники, они даже до сих пор как бы режут, когда это идет где-то на слуху. Обычно все понимают, что это вот именно люди на колясках. На самом деле мы сейчас на сегодняшний день работаем с разными категориями. Вот даже сейчас у нас в области находятся в лифе с разными ограничениями. Есть и лухие, и слепые у нас работают, и колясочники, и опорники и так далее. Поэтому сейчас мы совершенно по-другому перестроились, и мы стараемся работать так, чтобы учесть интересы ограничения всех категорий. Основной это, конечно, была идея безбарьерной среды, доступности. Была проблема идеи образовательной среды для того, чтобы люди могли учиться, получать образование и могли себя потом реализовывать в жизни. Была идея, конечно, жилья. Понятно, что оно до сих пор проблемное, но в любом случае, скажем, мы уже тогда понимали, что эта задача, она выполнимая. Мы вот видели эти результаты, и первые, где мы участвовали, это в 2007 году, мы были привлечены к составлению таких рекомендаций методических, которые разрабатывало наше правительство под первую программу формирования комфортной среды. В 2008 году это издание выпущено, была задействована наша региональная программа формирования доступности среды для инвалидов. И вот тогда мы как бы пошли по такому пути. В дальнейшем, конечно, все было... Знаете, чем больше ты работаешь, тем больше ты понимаешь, что и здесь проблемы, и здесь. Ведь люди с инвалидностью, они такая же часть общества, как и все. И поэтому у них те же самые проблемы. Это и работа, и образование, и семья, и жилья, и так далее. И поэтому, скажем, и наша деятельность, она начала разворачиваться по всем этим направлениям. Много, скажем, было вопросов по ТСР, вот то, что мы на сегодняшний день занимаемся еще обеспечением, ремонтом, технических средств реабилитации. Из последних таких, ну, хаос, скажем, ну, это, конечно, вот работа по предоставлению услуг сортоперевода, теплоперевода. Это когда, вот, на протяжении многих лет, мы, будучи еще членом Совета по делам инвалидов, мы ставили вопросы по обеспечению такой категории и их прав, ну, чтобы они могли реализовываться. Потому что, на самом деле, вот, зная их не понаслышке в жизни, я понимал, что они живут как-то отдельным сообществом. Ну, это то же самое, как коренные малочисленные народы Севера. Когда они живут где-то на своих стойбищах, да, у них совершенно, они живут по законам природы. Им не важны законы, скажем, которые государственные, и они даже сами, по сути, по своей, не могут ими воспользоваться. Точно так же вот и люди в Лакониме. Поэтому в прошлом году мы отучились, мы получили и образование, у нас растет количество сортопереводчиков. Мы эти услуги уже предоставляем не просто, так скажем, а на контрактной основе, на договорной основе. Привлекаемся в процессе избирательных кампаний, когда тоже такая услуга востребована. У нас на сегодняшний день более 50 человек трудоустроено, и у нас заканчиваются трудовые договора. Договора, вернее, даже не трудовые, а с организациями, которые работают по квоте. И поэтому мы вот сейчас очень плотно заняты именно как раз работой по продлению этих договоров. Работаем мы с нефтяными компаниями, строительными, ну, разные, в общем, у нас около 5 таких есть субъектов, которые мы сотрудничаем в этом плане. И, конечно, мы стараемся развиваться, стараемся увеличивать количество рабочих мест, предоставлять такие, скажем, возможности для людей. Но что мы еще нацелены? Ну, это, конечно, образовательный процесс. Для нас он очень важен, потому что мы понимаем, что без хороших, квалифицированных и профессиональных кадров мы, ну, не вытянем. Здесь нужно, нужны хорошие программисты, независимо от того, что они люди с инвалидностью. Ну, видите, у нас проблема какая. Если мы по квоте работаем, то мы и принимать людей должны только с инвалидностью. Здорового человека мы принять просто не можем. Хотя таких людей очень много, которые хотели бы в нас работать. Но, с другой стороны, мы не можем их принять. Поэтому мы стараемся давать возможность людям получать образование высшее, нацеливаем их и потом берем к себе на работу. Переместимся в Сургут. Тут уже без малого три десятилетия успешно работает НКО «Сургутское общество инвалидов». Цель движения – всесторонняя помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. О том, чем живет организация, рассказывает ее председатель Любовь Соколова. Здесь тоже самое. Есть разные тоже по профессии. И учителя, и водители. Ребята, вот там у нас Марусов, он у нас закончил и высшее образование у него, и экономическое образование. Напряженность работы, и в связи с этим, то есть не все могут, то есть ограничение идет по работоспособности. И, наверное, все-таки отражается то, что если каждый день не занимались, например, тем или иным делом, и у человека утрачивается навык. Занимаются, в принципе, кто чем. У нас есть человек, который связывается с общественностью, есть секретарь, есть у нас, как оформлены они, социальными работниками, то есть они непосредственно ходят по домам, выезжают, вот, и, то есть проведывают, если у кого-то какой-то, знаете, как сказать, сбой, например, там. Почему? Потому что все-таки пенсии недостаточно бывает. А нам, благодаря спонсорам, которые дают, например, продовольственные наборы, и мы их распределяем так, что, например, где два и более инвалида, и смотрим по положению. Материальному. То есть, опять-таки, это не мы, а нам спонсоры дают, дай бог им здоровья, да. Вот. Ну, а мы уж тут, конечно, людям это отдаем. Вот. И я считаю, что те, которые помогают, они делают благородное дело. Просто так вот, просто чтобы они были трудоустроены, да. Я считаю, что это неправильно. Человек должен все равно выполнять какую-то работу в соответствии со своей профессией. Если нет профессии, значит, есть у нас в центре занятости, есть такие курсы обучающиеся. Вот. Сейчас, значит, мы заключили договор по бесплатному обучению. То есть, это кадровое обучение, это бухгалтерские курсы, те, которые помогут ребятам, значит, что-то освоить, которое они могут, например, исполнять, не затрачивая больших сил. Вот. Есть у нас ребята-колясочник, это самый, который трудоустроен. Он исполняет практически, в основном, дома работу. Ну, это по компьютеру. У нас самая старшая, значит, это Кудинова Зоя Александровна. Вот. Она участница ВОВ, то есть Великой Отечественной войны. Вот. Ей в этом году будет 97 лет. В семьях детей этих, ой, ладно, не лезь, ладно, я сама, а так не надо делать, понимаете? Не надо делать, надо их заставлять, надо их с ними разговаривать, что ты должен это делать, ты должен это уметь, как и все. Вот. Кто-то подходит к этому не сразу, видимо, у родителей не такой подход, а когда здесь они вместе, да, и у них это получается, и они стараются сделать лучше, чем у другого. И лепка из глины там, и шитье, и кто-то бисероплетением. Вот. Ребята у нас сделали, вот, иконостас у нас сами сделали, вот. Ремонтные работы какие-то здесь производят тоже, ребята сами уже производят. Как готовить, мы их здесь учили, потому что мы сделали для них кухонку, вот. Мы с ними делали и салаты, ребята сами шинковали, учились суп варить, вот, печь блины, и они это с удовольствием, и каждый старался, давай, давай, я сам сделаю этот блин. Вот. Это у них азарт такой. Я говорю, ну, ребят, вот придете домой, вот, там тоже давайте. Когда-то разделились, это было вот одно общество, здесь были все на зоологии, так, ну, а затем, я не знаю почему, но я уже пришла, когда уже было, в общем-то, поделено, и сейчас отдельно, и общество по слуху, общество по зрению, я вообще даже не думала об этом, и никогда не знала, что я буду этим заниматься, вот. Просто-напросто, когда-то мне, это, я начала критиковать, бывшего председателя, я говорю, что вообще невозможно, а мне он мне говорит, ну, а что, слабо? Я говорю, да запросто, вот, и, конечно, вот это оброненное слово, запросто, наверное, сыграло свою роль. Наверное, если бы, наверное, может, я и не испытала бы этого, может быть, я бы и не пришла сюда, естественно. Здоровый человек, разве сюда придет? Нет. И здоровые люди, они не всегда знают, что есть у нас и такое общество в городе. Раньше как говорили? Ну и что? Получил инвалидность? Ну и сиди дома, что тебе еще надо? Тебе платят деньги. Ну и все. Вот, а сейчас нет, сейчас вот именно должна быть интеграция людей в общество. Они не должны себя чувствовать какими-то ущербными, но в то же время, знаете, еще многое зависит от самого человека. Вот, и все сказывается еще от того, что раньше вот сидели по домам, и нам хорошо было, да? и люди говорят, а зачем? Мне достаточно этой пенсии. Ну как достаточно? А вот ты просто сидишь дома. Именно по обществу у нас вступают люди именно тогда, когда это у них есть желание, а не просто так, что получили инвалидность, и они должны состоять в обществе. Я считаю, это неправильно. Я считаю так, если человек вступает в общество, он должен знать, для чего он вступил, зачем, и что ему от этого будет. Редактор субтитров А.Семкин